Луна Луна Луноходы Научное оборудование А для нас это было так обидно Думаю, ну столько мы потратили времени Вот же это все было Вот оно рядышком Что же произошло? Реальные факты Достоверные свидетельства Сенсационные версии В фильме Луна Секретная зона Часть первая Гонка Август 1945 Подсдамская конференция Сталин делает заявление, которое Вводит руководителей победивших стран В состоянии шока Он предлагает собеседникам обсудить проблему Раздела Луны И не просто обсудить А подписать соглашение с учетом Несомненного приоритета СССР в этой сфере Трумену вначале показалось, что он ослышался Или слова дяди Джо ему неверно перевели Простите, господин Сталин Вы имеете ввиду, конечно, раздел Германии Переспросил он Сталин затянулся своей знаменитой трубочкой И очень четко повторил Луны О Германии мы уже договорились Я имею ввиду именно Луну И учтите, господин президент У Советского Союза Есть достаточно сил и технических возможностей Чтобы доказать наш приоритет Самым серьезным образом Тогда американские аналитики решили, что дядя Джо блефует Но спустя полгода после этого странного разговора Вышло постановление советского правительства Организовать по данной тематике Несколько научно-исследовательских институтов Несколько И это в полностью разоренной войной стране Старт космической гонки дан Весной 1946 года Руководство США определяет для страны Главную послевоенную задачу Запуск искусственного спутника Земли У Сталина планы грандиознее Он всерьез задумывается о военном плацдарме на Луне По его представлениям Это идеальная стартовая площадка для ядерных ракет Командные пункты на окололунной орбите Запасы атомных бомб и обитаемые бункеры под лунной поверхностью И все это недосягаемо для потенциального противника Проходит несколько лет и президент США Эйзенхауэр Извещает мир, что с конца 1957 года Соединенные Штаты начнут запуски беспилотных космических аппаратов Советский Союз никому ничего не обещал Он просто первым запустил на орбиту свой спутник Ответным кодом американцев стал сверхсекретный проект ВВС США Под кодовым названием А-119 Задача первыми достичь Луны и устроить там ядерный взрыв Ярчайшая вспышка на фоне темной Луны Должна была произвести неизгладимое впечатление на весь мир И главное на Советский Союз Опять не успели В 1959 году на три года раньше американцев Мы первыми посадили на Луну спускаемый аппарат А еще через полтора года в космос летит первый человек Как и предсказывал Циолковский Именно русский, а не немец, не француз, не англичанин, не американец Тогда в космическом соревновании мы опережали всех На очереди покорение Луны Последний свой шанс американцы упустить не могли И президент США Джон Кеннеди заявляет К концу 60-х американцы высадятся на Луне Лунная программа объявлена в США национальной задачей Цель продемонстрировать миру техническое превосходство Соединенных Штатов На карту поставлен престиж страны Не жалеют ничего Выделены немыслимые для нас средства 25 миллиардов долларов К работе подключено больше 400 тысяч человек И тут пришел наш черед беспокоиться Уступать американцам Хрущев не намерен И в августе 1964 года перед Королевым поставлена задача Во что бы то ни стало опередить Соединенные Штаты Сергей Павлович Королев нашел целый ряд организаций С которыми хотел бы завязать какие-то отношения В научно-исследовательском плане И соответствующий призыв проявить инициативу и желание Поработать в очень интересном экзотическом деле Нашел, естественно, достаточно близко много желающих сторонников Учитывая, что у нас были уже сделаны заделы большие И учитывая мозги наших конструкторов И всех золотые руки Мы взяли выполнять эту программу В 66-м году Меня пригласили и объявили Что я являюсь руководителем лунной группы Центра подготовки космонавтов И являюсь же командиром экипажа Одновременно идет работа над лунной суперракетой Н-1 Она получилась огромной, с 30-этажный дом Для такой махины пришлось создавать новый стартовый комплекс Поистине циклопических размеров Спешка невероятная Отменены наземные испытания двигателей Но летные испытания ракеты Мы смогли начать лишь в феврале 1969 года Мы очень хотели быть первыми на Луне Однако история распорядилась по-своему 3 июля 1970 года В срыв полностью разрушил стартовый комплекс Мы все имели Мы подошли Мы могли облететь Луну раньше Чем американцы на полгода Для нас это было так, как гибель Но столько мы потратили времени Вот же это все было Вот оно рядышком И не пошло Пока мы дорабатывали ракету И восстанавливали стартовую позицию Американцы успели несколько раз высадиться на Луну К концу 1972 года На ней побывали 12 американских астронавтов Они провели на лунной поверхности целых 80 часов И доставили на Землю почти 400 килограммов скальных пород и грунта Четырехколесные электромобили Роверы значительно расширили радиус исследований Астронавты проехали на них в общей сложности больше 100 километров А впереди еще более захватывающие планы После 17-го Аполлона У американцев были подготовлены еще 3 возможности И продолжение этих работ Уже заявлены полеты Аполлонов Под номерами 18, 19 и 20 Все готово Все готово Люди, техника, ракеты Объявлены места посадок И вдруг НАСА объявляет о прекращении дальнейших полетов Это решение было громом среди ясного неба Недоумевали все Как так? На самом интересном месте Странное решение объяснили чрезмерной дороговизной проекта Деньги, конечно, огромные Десятки миллиардов долларов Но ведь основная масса их уже потрачена И все уже есть Полигоны Ракеты Лаборатории Астронавты обучены Осталось отправить на Луну 3 корабля А это сущие крохи И каждый полет стоит не больше цены одного бомбардировщика И вдруг, когда настало время получать главные дивиденды Все останавливается Быть может, дело здесь не только в деньгах Впрочем, существует мнение, что американцы вообще на Луну не высаживались А вместо реальных кино и фотосъемок предъявили миру глянцевые подделки павильонного происхождения Вот много шума было И, к сожалению, началось это через 25 лет после одного поколения в Америке Когда вот те, кто хочет себя прославиться Решили обвинить, что это не было такого полета Стали говорить, что съемки содержат очевидные несуразности Как, например, объяснить трепещущий флаг на Луне, где нет атмосферы А где следы от раздувания пыли во время посадки лунного модуля И вроде бы не все ладно на снимках с освещением и тенями Да и характер передвижения астронавтов якобы не соответствует лунному тяготению Да, на первый взгляд такие, казалось бы, нелепости налицо Однако только на первый взгляд При более детальном и профессиональном анализе все находит свое объяснение И флаг, который в условиях вакуума будет долго и сильно колебаться от малейшего прикасания к древку И крестики на снимках, странным образом прячущиеся за скафандры Они просто засвечены из-за дифракции света и химических особенностей фотопленки Разобрались и со слишком четкими следами на лунной поверхности Нет, они оставлены не на мокром песке Просто лунный грунт из-за отсутствия окисной пленки Имеет необычную для земных условий слепаемость Получили объяснения и размеры Земли на лунных снимках Нашлись и следы от раздувания пыли под посадочным двигателем Ничего странного нет и в движении телекамеры, отслеживающей старт с лунной поверхности Просто она управлялась с Земли Взгляните, как одновременно падают на поверхность молоток и перо птицы Такое возможно снять только в безвоздушном пространстве А как легко в тяжелом скафандре буквально взлетает над лестницей астронавт При земном притяжении такое просто невозможно Добавим к этому, что за передачами с Аполлонов следили не только американские, но и советские станции дальней космической связи А они подтвердили Радио и телевизионные передачи шли со стороны Луны Работал и лазерный отражатель, оставленный американцами на лунной поверхности И, наконец, очень схожими оказались образцы лунных пород Доставленные на Землю американскими астронавтами и советскими автоматическими станциями Нет, все говорит о том, что американцы на Луне были Тогда что же заставило прервать программу на самом интересном месте? Часть 2 Плацдарм О том, что на Луне происходят удивительные вещи, люди знали давно К середине 20 века у астрономов накопилось огромное количество загадочных лунных наблюдений Что за непонятные образования на лунной поверхности, похожие на руины древних городов? Их обнаружили астрономы еще в 19 веке А в наше время американский исследователь Стив Трой Разглядел на снимке луны Арбитера-3 странный объект размером 4 на 4 километра Он находится в районе кратера Гортензий и также напоминает древние руины Его так и назвали Ерихон Что это может быть? Остатки древних баз Следы от деятельности разумных существ, когда-то посещавших Луну Вот два снимка Один сделан на земле Это руины Ашура, древней столицы Ассирии А вот снимок района кратера Коперник, сделанный экипажем Аполлона-16 Не правда ли очень похоже? Те же полузасыпанные прямоугольники Так вполне могут выглядеть поверхностные сооружения, которые постепенно разрушаются и осыпаются Загадочная яма была сфотографирована с борта Аполлона-15 Она похожа на отпечаток каблука, но огромного, размером в 3 километра Необычную деталь исследовали стереоскопически Оказалось, что ее глубина несколько десятков метров В ней нет кратеров А это значит, что провал появился позже, чем море застывшей лавы вокруг него Ряд ученых считает, что некоторые углубления связаны с естественными полостями под поверхностью Луны Эти пустоты могли остаться после древнего истечения вулканической лавы Они весьма удобны для размещения в них лунных баз Толстый слой породы надежно предохранит поселенцев от радиоактивности и метеоритной бомбардировки Да и перепады температур будут там не так чувствоваться, как на поверхности Российские и американские ученые уже давно проектируют такие базы Поскольку считают, что Луна удобный трамплин к звездам и стратегически важная исследовательская платформа Но согласитесь, она может быть удобной базой и для других разумных существ И не исключено, что они в свое время тоже додумались использовать подлунные полости Безопасно и экономично Я думаю, что это в свое время для них была перевалочной базой И сырьевой базой И в то же время это база, через которую можно осуществлять Пока невидимые, пока человечество не развилось Невидимые воздействия на сознание людей И в том числе участвовать в мониторинге развития человечества на Земле В разных районах Луны обнаружены и другие необычные ямы и провалы Странно, но у них прямые углы Очевидно, что это не воронки от метеоритов и не вулканические кратеры Происхождение их совершенно непонятно Создается такое впечатление, что кто-то занимается выработками грунта лунного Что-то добывается, возможно, полезные ископаемые А вот что докладывал по радиусу Луны Чарльз Дьюк, астронавт Аполлона-16 Но на 90% выстлано блоками метров до 5 в поперечнике Они тянутся вверх по валу в двух направлениях Много неясного Сами астронавты не понимают того, что видят Очень похоже на следы разумной деятельности Что за блоки, которыми вымощен кратер? Не на такой ли блок 14 февраля 1973 года наткнулся советский луноход-2? О странной находке на следующий день западному читателю сообщило наше агентство новости Это была необычно твердая и гладкая плита длиной около метра Похожая на панель современного дома Этот монолит явно не имел ничего общего с разбросанными вокруг камнями Было решено исследовать ее химический состав и магнитные свойства Но больше об этом почему-то не было опубликованными строчками Видели астронавты на поверхности Луны какие-то странные следы В том числе и похожие на колею от какого-то транспортного средства 1 августа 1971 года астронавт Аполлона-15 Джеймс Ирвин докладывал по радиоцентру управления Уверяю вас, прямо-таки отличная трасса Никак не приду в себя от этих линий, что тянутся по склону горы Хэдли Самая организованная структура, которую мне приходилось когда-либо видеть Сверху донизу у следа удивительно ровное уплотнение А через полтора года загадочные следы обнаружит экипаж Аполлона-17 Похоже, их оставили какие-то громоздкие предметы Только в окрестностях лагеря астронавты насчитали 34 следа Длиной от 100 метров до 2,5 километров Иногда в конце колеи находили огромные валуны Но в большинстве случаев их не было Что же тогда оставило по разду? Если камни, то куда они исчезли? Эти данные опубликованы в 1973 году в предварительном научном докладе По итогам полета Аполлона-17 Кто перекатывает валуны на Луне? На этот вопрос ответа в докладе не было Подобные следы и булыжники явление для Луны не уникальное Вот снимок, который был получен за несколько лет до полета Аполлона-17 На нем хорошо видны борозды от огромных камней Причем один из них в верхней части снимка не скатывался вниз А вылезал из небольшого кратера наверх По размеру большой валун не уступает солидному коттеджу Почти 23 метра в поперечнике Что это? Средство передвижения? Иная форма жизни? Ответа сегодня нет Как впрочем, нет объяснений самодвижущимся валунам на Земле В частности, в долине смерти в Калифорнии Странные объекты запечатлены на фотографиях, сделанных с лунной орбиты Одни из них напоминают мосты Арки Другие похожи на трубопроводы Третьи на большие механизмы Полупрозрачные замки Башни Подобных загадок на фотографиях немало Что-то похожее на машины видели и астронавты Так экипаж Аполлона-16 Прямым текстом сообщал, что видит на склоне лунной горы Нечто напоминающее какие-то механизмы Направили туда телекамеру И центр управления полетами ответил Хорошо, видим два объекта Продолжайте трансляцию Часть третья Свет Еще до экспедиции Аполлонов НАСА было прекрасно осведомлено о загадочных явлениях на Луне Более того, поначалу даже призывало объединить усилия для исследования лунных феноменов В 1965 году был даже создан специальный проект под кодовым названием «Лунное сияние» К работе в нем были привлечены 16 обсерваторий Астрономы и физики высокой квалификации Профессура военно-морской академии США В 1968 году НАСА опубликовало перечень загадочных происшествий на Луне Он называется «Хронологический каталог сообщений о лунных событиях» Технический рапорт 277 В числе 579 лунных феноменов были названы Движущиеся светящиеся объекты Цветные траншеи, удлиняющиеся со скоростью 6 км в час Гигантские купола, меняющие свою окраску Геометрические фигуры Исчезающие кратеры И прочие наблюдения, не нашедшие объяснения Необычные свечения и яркие вспышки на Луне Наблюдали и наши далекие предки Взглянем на этот древний символ На нем яркая звезда между рогами лунного серпа Там, где настоящей звезды быть не может Этому символу не меньше двух тысяч лет Вся история астрономии Пронизана сообщениями о наблюдениях на Луне Каких-то вспышек Каких-то передвижений И я хочу сказать, что уже в 1879 году Британское астрономическое общество Обратилось к своим членам С просьбой присылать им для статистики Наблюдение непонятных явлений на Луне Особенно часто упоминаются стационарные и блуждающие огни Яркие вспышки высвечивают кратеры Причем одновременно в разных местах Непонятные лучи света, как прожекторы, прорезают то один, то другой кратер Появляются и бесследно исчезают какие-то светящиеся пятна То и дело астрономы наблюдают таинственные световые дорожки В виде кругов или прямых линий Огни меняют яркость, затухают и вновь разгораются Яркие вспышки на Луне порой высвечивали кратеры размерами с Москву Объяснений этим вспышкам пока нет Об ошибках в наблюдениях не может быть и речи Поскольку одни и те же лунные феномены Астрономы видели независимо друг от друга из разных мест планеты Вот как могла выглядеть Луна, если бы ее загадочные огни засверкали одновременно Я сфотографировал такой объект И даже написал об этом в свое время в одном из технических журналов Луна была примерно в этой же фазе, как на этом рисунке Светящийся объект находился вот здесь Я знаю, что многие коллеги видели нечто подобное, но никто не знает, что это такое А вот эту вспышку на Луне с интервалом в 7 секунд сфотографировали харьковские астрономы Загадкой остаются и движущиеся облака над Луной Над Луной, где нет атмосферы 3 ноября 1958 года профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев В течение двух часов наблюдал странное красное облако Оно целиком закрывало центральную часть кратера Альфонс Что это? Извержение вулкана? Но ничего подобного на Луне быть не должно Вулканическая деятельность на ней закончилась 2 миллиарда лет назад Да и проявлялся вулканизм на Луне совсем иначе, чем на Земле Он ограничивался выходом лавы, образовавшей моря Подтапливанием, как бы и довольно спокойно Расползалось вот это вещество по лунной поверхности Не было взрывов, не было выбросов Интерпретация наблюдений, вот аналогичных наблюдениям Николая Александровича Козырева Она очень сложна Но если это не вулканизм, то что? Похоже, у лунных свечений какое-то иное происхождение И оно не вписывается в сегодняшние научные представления Космические аппараты позволили получить более детальные снимки подобных феноменов Специалисты НАСА их внимательно изучали Выделили 186 вот этих аномалий непонятных Определили 29 мест, где интенсивность этих аномалий проявлялась наиболее ярко И все равно эта эпопея с Аполлонами состоялась Несмотря на тревожную, казалось бы, обстановку Это были полеты в незнаемые Разгадать эти загадки не просто удовлетворить научное любопытство Это значит опередить соперников в фундаментальных направлениях Вырваться вперед на несколько десятилетий Казалось, с полетами на Луну наступило время открытий Которые перевернут мировоззрение всего человечества Но происходило нечто необъяснимое Возникло впечатление, что заказчиков лунных экспедиций Серьезные научные исследования вообще не интересуют В этом после завершения лунной эпопеи признавались специалисты Об этом же, с сожалением, говорил астронавт Харрисон Шмидт Единственный ученый, побывавший на Луне Программа освоения Луны по своей целевой функции Изначально была, будем говорить, ущербной Ущербной по той причине, что происходило соперничество Двух крупнейших стран Земли И в этой гонке, конечно, затрачено громадное усилие Множество жертв И как следует исследовать эти процессы не удалось А может и не о чем-то хотелось? Во всяком случае, к такому выводу подталкивают многие факты Часть четвертая Чужие Уже после первых полетов на Луну возникло ощущение, что широкой публике что-то недоговаривают Основания для таких подозрений были В каждое слово переговоров астронавтов с Центром управления полетами Вслушивались тысячи радиолюбителей И услышали немало интересного Например, то, что в течение двух дней Аполлон-11 сопровождали неопознанные летающие объекты Астронавт Эдвин Олдрен на 16-миллиметровую кинопленку цветную Снял четыре фрагмента такой встречи На одной из них два разные по диаметру неопознанных летающих объекта Как бы соединяются и шли один навстречу другому Затем возникла некая струя то ли газа, то ли жидкости в нашем понимании И один объект стал уходить вверх А затем они снова соединились вместе И все эти вот экзерсисы, они попали на кинопленку Непонятно, зачем они это скрывали Поскольку, если это реальное природное явление Не связанное ни с оборонными программами, ни с зелеными человечками Скрывать смысла нет Если это что-то другое, тогда да Ситуация несколько прояснилась спустя два десятилетия Когда Международная Уфологическая Организация ИКУФОН Направила руководителям ведущих мировых держав меморандум В нем приводилось письмо помощника Нила Армстронга Командира первой лунной экспедиции Вот выдержка из него Когда посадочный модуль стал снижаться Три НЛО диаметром 15-30 метров Прилунились на краю кратера Если это на самом деле так То становятся понятными странные переговоры астронавтов С центром управления на запасных частотах Их перехватили радиолюбители Австралии и Швейцарии Сразу после посадки экипажа на лунную поверхность Через 10 лет один из создателей радиоаппаратуры для лунных экспедиций Марис Шатлян признался, что лично был свидетелем этого сеанса радиосвязи В нем Армстронг говорил о чужих космических кораблях, расположившихся на краю кратера Затем передача возобновилась по основному каналу, который прослушивали уже тысячи радиолюбителей Ее вел успевший взять себя в руки Эдвин Олдрин Недалеко от посадочного модуля находятся отдельные блоки, которые светятся Мало света, но некоторые каменные блоки могут его создавать внутри Судя по всему, это был условный код, который, впрочем, хорошо понимали в центре управления полетами Эти переговоры американские астронавты принципиально не комментируют Неофициально, правда, командир Аполлона-11 якобы как-то признался Кое-что видели, однако от прямого ответа ушел Мы тоже давали подписку И это правда Почти все астронавты были офицерами военно-воздушных сил Стало быть, на них распространялись циркуляры военного ведомства В том числе и тот, в котором прямо говорится Разглашение военнослужащими любых сведений об НЛО Подпадает под действие закона о шпионаже А это влечет за собой до 10 лет тюрьмы и 10 тысяч долларов штрафа И астронавты молчали Хотя чуть ли не каждый их полет, начиная с самых первых пилотируемых кораблей Сопровождался неопознанными объектами Это не афишировалось, но и не отрицалось В осенью 1973 года начальник отдела информации НАСА Дональд Цистра Сделал официальное заявление Во время пилотируемых полетов по программе Аполлон Астронавты наблюдали объекты, происхождение которых трудно объяснить После окончания лунной эпопеи Американское национальное управление по аэронавтике И исследованию космического пространства призналось Что примерно 25 астронавтов во время полетов видели неопознанные летающие объекты Экипаж Аполлона-8 в 1968 году, впервые облетевший Луну Во время полета наблюдал два неизвестных дискообразных объекта И перехватил радиопередачу на незнакомом языке Два неопознанных светящихся объекта сопровождали Аполлон-12 В мощные телескопы нескольких обсерваторий было видно Что один объект идет позади корабля, другой впереди И оба мигали огнями Астронавты их тоже заметили, о чем немедленно доложили в Центр управления полетами А немного погодя добавили Ладно, будем считать их дружественными объектами А вот киносъемка, сделанная астронавтами лунного модуля Аполлона-17 Хорошо видно, как ниже командного модуля Над поверхностью Луны пролетает яркое светящееся тело Подобные фото и киносъемки были сделаны каждой лунной экспедицией Создается впечатление, что вся космическая программа землян Находится под контролем неизвестных разумных сил И об этом руководители государств наверняка знали На протяжении космической эпопеи землян довольно часто наблюдались случаи присутствия различного рода объектов Во время запусков с Байконура, например, с Плесецка Во запуск ракет с подводных лодок в морях, океанах Особенно много наблюдений аппаратов дискообразной формы с четкими краями Этим вопросом занимался академик Рошенбах Он тоже работал у Королева, был его одним из заместителей Королеву неоднократно докладывали о появлении неопознанных летающих объектов Над стартовыми площадками наших космических ракет Он сам был очевидец вот такого странного явления на небе над Байконуром Это было в 1962 году Диск такой, туманная спираль вокруг него И четыре таких типа струй внизу Но только они укороченные, как в имя у коровы Такие случаи бывали, есть фотографии Это было Королев, несколько человек было, значит, там, вот, видели Потом такие объекты видели другие люди Мне приходилось быть на станциях радиолокационных, которые обозревают там и так далее У них есть приказы соответствующие, значит, самим не интерпретировать А просто говорить, что наблюдалось, откуда, куда летело Какие размеры, какие азимуты, какие скорости и так далее Есть центры, которые все это дело у себя сохраняют Но, значит, за счет того, что это все под военным ведомством Не разглашаются эти все вещи То же самое характерно и для Соединенных Штатов И то, что полеты на Луну сопровождались неопознанными летающими объектами Судя по всему, для руководителей НАСА не было неожиданностью Наверняка знали они и о том, что трасса Земля-Луна Не такая уж пустынная, как принято считать Еще за 10 лет до первой лунной экспедиции Американский астроном Джесс Уилсон через телескоп сделал загадочную фотографию На ней хорошо видна протянувшаяся к Луне цепочка из 34 ярких объектов Тогда эксперты перебрали множество гипотез Но вразумительного объяснения таинственной цепочки так и не нашли Американцы в первый полет взяли с собой капсулу В первый полет астронавтов на Луну Капсулу, в которой была заключена табличка На которой электролитическим способом На 74 языках Было нанесено обращение к гипотетическим внеземным цивилизациям Включены выдержки из декларации прав человека Из кодекса космической и воздушной навигации Даны радиопозывные американского президента и НАСА То есть вот такое обращение там было оставлено Получается, что работники НАСА Не исключали возможность контакта с внеземными цивилизациями А может точно знали, что суются в чужой монастырь О полетах неизвестных тел над поверхностью Луны Открыто и неоднократно сообщали астрономы разных стран Это наблюдение было сделано в мае 1955 года С северного полюса Луны поднялась белая полоска И круто, завернув вправо, пошла вниз, огибая лунный диск Секунд через 10 она уткнулась в Луну в районе Южного полюса Начала быстро бледнеть и вскоре исчезла полностью Второе наблюдение датировано летом того же года На этот раз светящийся объект летел в другую сторону За несколько секунд, пролетев треть окружности Он по крутой траектории опустился на лунную поверхность Тело было достаточно большое и как будто управляемое А вот снимок огромного НЛО над Луной Сделаны на следующий день после завершения экспедиции Аполлона-14 Иногда на фоне яркой Луны в телескоп наблюдают полеты И огромных темных объектов Причем по весьма замысловатым траекториям Вот любопытное наблюдение, сделанное в 1992 году Представьте себе, что вы видите некий квадратный объект Который движется, в отличие от первого объекта, довольно медленно И совершает зигзагообразные движения Он сначала летит немного вверх, потом летит немного вниз Потом делает вот такую вот петлю И скрывается в одном из кратеров Я не могу сказать точно, что он провалился в этот кратер, что он приземлился в этот кратер Конечно, Земли, да еще и атмосфера дрожит, таких деталей не видно Просто он поравнялся с кратером Альфонс и исчез Нечто подобное наблюдали и в марте 2000-го В течение 12 минут на фоне лунного диска двигался темный предмет При 120-кратном увеличении было видно, что объект имеет форму апельсиновой дольки И медленно вращается Астроном успел сделать несколько снимков А вот видеозапись, которую с помощью телескопа сделал японский астроном-любитель Яцуо Митсусима Хорошо видна тень от какого-то объекта, быстро скользящая по поверхности Луны Впечатляют огромные размеры тени, около 20 километров в диаметре И скорость перемещения За 2 секунды тень проходила около 400 километров Немало загадочного отсняли и экспедиции Аполлонов Это и неизвестный объект цилиндрической формы длиной около 15 километров над морем изобилия И непонятная светящаяся сигара, зависшая рядом с лунным кратером И полеты неопознанных объектов над Луной и в ее окрестностях В апреле 1970 года интересные снимки сделали астронавты драматичной экспедиции Аполлона-13 На двух последовательных кадрах хорошо видно движение объекта, пролетающего над Луной На других НЛО, приближавшиеся к кораблю Полеты неопознанных светящихся объектов снимали и другие экспедиции Аполлонов Еще одна загадка Луны – куполообразные структуры С 1930 по 1960 год более 200 наблюдений движущихся таких лунных куполов Знаете, что-то напоминающее доты или дзоты, передвигающиеся Кстати, некоторые земные проекты лунных поселений выглядят так же Те же куполообразные сооружения Есть на фотографиях и другие странные объекты Они тоже похожи на искусственные Вот, к примеру, загадочный объект, сфотографированный на краю кратера Он напоминает летательный аппарат На снимке сделанным космическим аппаратом Лунар-Орбитер За два дня до этого его еще не было 21 марта 1996 года ученые и инженеры НАСА впервые публично заявляют Есть серьезные основания полагать, что на Луне имеются чужие искусственные сооружения и объекты На вопрос, почему эту информацию не довели до общественности раньше, специалисты НАСА ответили 20 лет назад трудно было предугадать, как отреагируют люди на сообщения о том, что на Луне кто-то был или есть в наше время Кроме того, были и другие причины, не относящиеся к НАСА Часть пятая Сокрытие Наивно полагать, что после таких заявлений с секретностью было покончено И в США, и у нас подобные фотографии, да еще с официальными комментариями в широкой печати не встретишь Получить их в архивах тоже непросто Особенно крупномасштабные снимки Нет, вам не откажут Просто попросят назвать номер снимка Мы вам сделаем его копию А поскольку номеров вы все равно не знаете, то это значит одно Вам вежливо отказали В Штатах и того интереснее Хотите, покупайте все подряд и ищите сами Напомним, фотографии миллионы И стоят они недешево Но даже купив нужный снимок, вы не можете быть уверены, что он соответствует первоисточнику Самые интересные детали могут быть заретушированы С этим неоднократно сталкивались американские исследователи, которые были знакомы с оригиналами В подобной фальсификации признавались и сами работники фотолабораторий НАСА Мы имеем приказ убирать с фотографий до их публикации все, что может вызвать нежелательные вопросы В таком сокрытии ничего удивительного Ведь обнаружение внеземного разума сулит новые стратегически важные преимущества в технике, экономике и политике Тем более странно, что обе ведущие космические державы вдруг как-то разом утратили интерес к экспедициям на Луну Уже более 30 лет земляне не тревожат ее поверхность За такое длительное время Луна остается крайне мало исследованным объектом К ней очень мало летают, по крайней мере официально к ней очень мало летают Почему все планы построения какой-то лунной базы, хотя бы планы регулярных полетов туда, каких-то зондов Пусть для чисто утилитарных целей, почему они остаются планами? Не так давно стало известно шокирующее признание конструктора американских ракет Вернера фон Брауна Он сделал его вскоре после остановки лунной программы На Луне есть внеземные силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить Но я не имею права говорить о подробностях А командир Аполлона-11 Нил Армстронг через 10 лет после полета в одно из частных бесед якобы добавил Не могу входить в детали, скажу только, что их корабли значительно превосходят наши и размерами, и технологией Нам дали понять, что место занято После этого лет 20 мы молчали о полетах на Луну В 1992 году я был на конференции Муфона в Львокерке, это штат Нью-Мексико, в Америке И познакомился с бывшим сенатором Клиффордом Стоуном, который располагал очень любопытные информации Клиффорд Стоун пригласил меня к себе Мы с ним беседовали очень долго, всю ночь проговорили Он показал мне некоторые уникальные кинокадры Прям фрагменты заседания американского сената Там еще раз, лишний раз, прошла информация о возможной населенности Луны неизвестным разумом О работе этого неизвестного разума там И было принято решение, и мне кажется, что это повлияло на то, что американцы свернули свою лунную программу Было принято решение временно приостановить полеты американских кораблей Аполлон на Луну Я не исключаю, что одной из причин свертывания и американской, и советской лунных программ Явились те аномальные явления, с которыми американцы встретились и на Луне, и в ее окрестности Что же получается? Нас фактически выгнали с Луны, и мы вынуждены наблюдать за ней лишь издалека Может правительство и вправду боятся могущественных инопланетян Которые недвусмысленно указали нам на дверь Да, слишком большой риск, слишком много непонятного, слишком много неясного Нам, людям, которые попадали на Луну в своих хрупких аппаратах Противостояла неизвестная, могучая, разумная сила Сегодня в разных странах вновь строятся планы полетов на Луну Конструируется техника, разрабатываются проекты лунных поселений И ни слова о загадочных объектах, которые чувствуют себя на Луне как дома Как будто их не было и нет Что это? Надеемся договориться? Или уже договорились? А может никто на самом деле на Луну не собирается? И это очередной блеф, чтобы выбить государственные деньги на научные исследования А заодно опустошить бюджеты стран, готовых безоглядно броситься в новую лунную гонку Так было с предыдущей лунной программой Так было со стратегической оборонной инициативой США Загадок, связанных с Луной, слишком много Ответов пока нет Субтитры создавал DimaTorzok